Александр Васильев и Мусей Москвы открыли выставку, рассказывающую об изменениях в стиле одежды и аксессуаров с 1907 по 1927 год. Вне зависимости от того, какая в стране власть, женщины хотят быть нарядными. Это хорошо иллюстрирует платья разных эпох. В экспозицию вошли 100 платьев из собрания историка моды Александра Васильева. Мы идем в музей Москвы. Революции, войны и промышленный подъем оказывают влияние на все, в том числе и на моду. Во время Первой мировой войны женщины взяли на себя много мужских обязанностей. И вновь мода поменялась. Ткани стали грубее, а вещи более утилитарными. К примеру, изменение длины юбок, влиянию военного стиля и цвета хаки на женскую мужскую моду. В России мировая война перетекла в революцию. И мода ее в эстетическом значении в нашей стране умерла. Не до модных веяний, когда в стране голод и красный террор. Мода 20-х годов отразила все тяжелые испытания, которые выпали на долю страны в это десятилетие. 20-23 годы были годами военного коммунизма и гражданской войны. Мы просто брали и там должен был появиться какой-то аксессуар, который давал возможность отличить красноармейца от солдата белой армии. То же самое с головного вора, мы изначально хотели сделать, но потом решили кардинально изменить головный вор. И в этом конкурсе участвовали, нам сказали, что известный художник, в том числе Виктору Сынкову, Борису Сурдию. Люди, которые очень серьезно интересовались в прошлом в нашей стране. И форма, которая была создана в этой красной армии, и эта форма, которая нас называет 17-е столетие, 16-е столетие даже. Потому что головной вор, который мы все прекрасно знаем, который называется Беденок, это последний тело. Беденок, это последний тело. Беденок, это последний тело. Беденок, это последний тело. Красная армия, марш вперед, Препо их совет на свой зовет. Сеть, от дагидов, британских морей, Красная армия всех силит. ПЕСНЯ Для Советской России 20-е годы – время революционных преобразований не только в экономике, но и в быту. Новый быт предполагал жизнь сообща в коммунальных квартирах. Коллективный труд сочетался с коллективным отдыхом, а на смену красных углов в домах пришли красные уголки. В моде утвердилась единообразная повседневная одежда. Смотря на все экономические трудности, советские женщины не теряли интерес к моде. В 1924 году на смену у политики военного коммунизма пришла новая экономическая политика – НЭП, что ненадолго привело к возврату частного сектора в экономику. Москва НЭПа зажила насыщенной жизнью и вновь открылось много магазинов различной одежды. Период НЭПа позволил моде возродиться. Стали открываться магазины готового платья, ателье, где работали мастера, не успевшие покинуть Россию после Октябрьского переворота 1917 года. В это время работал знаменитый модельер Надежда Ломанова. Ее ателье обслуживало самых знаменитых женщин того времени. В коллекции историка моды и телеведущего Александра Васильева есть несколько нарядов, созданных Надеждой Ломановой. Конец. В ту пору фасон диктовался больше всего джазом и парижским влиянием. Вот почему эти замечательные муслиновые, тонкие, полупрозрачные ткани отделывались блестками, вышивались бисером и специальной светящейся бахромой, которая особенно играла во время танцев Чарльз Стона и отражалась хорошо в электрическом освещении. Надо сказать, что все модели этой эпохи, несмотря на свой прямой силуэт и заниженную линию талии, делались, конечно, вручную. А главными цветами, которые были особенно популярными, были абрикосовый, телесный, розовый, голубой, электрик и зеленый. Джазовая музыка тех лет ввела в моду экзотические меховые отделки для женских нарядов. Кроме всем известных шанхайского барса и мексиканского тушканчика, в моду вошли отделки из зебры, меха, кенгуру, или, например, отделки с рисунком леопардового меха. Но самым знаменитым и забавным мехом среди модниц 20-х годов был мех дикой обезьяны. Вот перед вами тамский жакет, отделанный именно таким темным мехом обезьяны, который напоминает козлины и растет в разные стороны. Москва в эти годы могла также похвастаться значительным выбором ювелирных изделий по ценам, совершенно недоступным пролетариату, а также увеличением производства косметических средств, парфюмерии отечественного производства и кремов на фирме ТЖ. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ